Значит, в одной из групп мы обосновали некую, скажем так, усиленную формулировку Лема Цорна, но в другой не успели, поэтому давайте это повторим. Итак, Лема Цорна сама по себе говорит нам следующее. Кто-нибудь может напомнить формулировку Лемы Цорна? Если в частичном упрямленном множестве каждая цепь имеет верхнюю грань, то во всем множестве есть максимальные элементы. Правильно. Если вот у нас в каком-то чум у каждой цепи есть верхняя грань, что такое верхняя грань? Некий элемент из У больше или равный всех элементов цепи? Да, больше или равный, то есть не обязательно строгая верхняя грань, в частности она в принципе может подлежать нашей цепи. Итак, если каждая цепь ограничена, то обязательно есть максимальный элемент. Ну и другая формулировка, это такая Лема Цорна, так сказать, со штрихом. Она говорит, что в тех же условиях, если в чум у нас, у каждой цепи есть верхняя грань, то не просто есть какой-то максимальный элемент. На самом деле над любым элементом нашего множества имеется какой-то другой элемент, который является максимальным, и он больше или равен нашему. То есть из каждого элемента можно попасть в максимальный. Понятна эта переформулировка? Ну, совершенно очевидно, что если у нас над каждым элементом есть максимальный, то максимальный есть, потому что из условий Лема Цорна следует, что множество не пустое. Давайте попробуем убедиться в обратном, почему из обычной Лемы Цорна следует Лема Цорна со штрихом. Ну, давайте это докажем. Значит, ну как мы будем действовать? Мы применим обычную Лема Цорна, но не ко всему множеству, а к некоторому его подмножеству. Вот у нас есть У, и у нас есть какой-то элемент Х. Я хочу доказать, что над ним есть максимальный. Давайте попробуем это сделать. Я возьму так называемый конус. Подождите, но это же как раз то, что мы делали на семинаре. Ну, в одной группе делали, а в другой нет. А, здесь две группы. Понял. Ну, даже если здесь и не две группы, но у меня-то две группы, а я провожу занятия для обеих групп, а вы можете утешаться тем, что повторение – мать учения. Это не так-то и плохо, это повторить. Вот мы с вами рассмотрим так называемый конус. Конус – это достаточно стандартное понятие, но конус, порожденный элементом Х. Что это такое? Ну, формально это новое такое частично упорядоченное множество, украсивый Х. Его носитель – это УХ, и порядок там, ну, просто наш порядок, ограниченный на УХ. Где что такое УХ? Ну, обычно мы у Х обозначали начальный отрезок, все элементы меньше, чем. А здесь мы немножко другой смысл придадим этому обозначению. Это все такие, ну, давайте какую-нибудь другую букву заведем, А из У, которые больше или равны Х. То есть, в общем-то, конус этот, вот он. Правильно? Я хочу доказать, что конус вот этот вот удовлетворяет условиям Леома Цорна. То есть, я утверждаю следующее. В новом чуме, украсивый Х, каждая цепь, С, имеет верхнюю грань. Ну, это достаточно просто. Давайте рассмотрим какую-нибудь цепь вот отсюда. Если С – это цепь в УХ, если это частично и линейно упорядоченное подножество, то, конечно, оно остается линейно упорядоченным и в большом порядке. Правильно? Угу. Да. Значит, по условию у него есть верхняя грань. Проблема только в том, что эта верхняя грань, где она лежит, у С, есть верхняя грань, давайте ее как-нибудь назовем там, что ли, Z, В, У. Ну, вот она вот где-то вот есть, вот эта верхняя грань, вот она, Z. Она больше или равно всем элементам нашей цепи. Но остается только доказать, что наш Z лежит в конусе. Ну, на самом деле, это очевидно из транзитивности, если только цепь С не пустая. Ну, а если цепь С пустая, это некий такой вырожденный случай. Ну, если С пустая, то тогда ее верхней гранью, естественно, является любой элемент. Тогда X – это верхняя грань С. Правильно? Ну, то есть любой элемент у X является верхней гранью пустого множества. Ну, а если цепь наша не пустая, то тогда, значит, в нашей цепи есть какая-то точка, давайте ее назовем C0. Существует такой C0, который лежит в нашей цепи. Вот оно вот здесь вот где-то есть. Это C0. Тогда у нас получается такое неравенство. Смотрите. У нас C0 больше или равно X. Это почему? Потому что наша цепь, она в конусе. А с другой стороны C0 меньше или равно Z. Правильно? Отсюда следует, что наш Z больше или равен X, то есть Z сам по себе принадлежит конусу. Ну, вот мы и доказали, что у цепи нашей C есть верхняя грань в конусе. То есть наш рисунок не совсем корректен. Нам на самом деле надо продлить наш конус таким образом, чтобы туда Z тоже попал. Логично. Да. Отлично. Значит, тогда мы можем применить лемуцорну обычную. Полиэммицорна. Мы ее применяем к конусу, к ограниченному нашему порядку. По обычной лемуцорна у нас не пусто множество максимумов. Максимальных элементов в нашем конусе. То есть существует такое, ну, допустим, W, который принадлежит у X и является... Ну, давайте напишем. Существует W такой, что W – это максимальный элемент нашего конуса. Но вот он где-то там есть. Плохой рисунок. Мелкий, мелкий рисунок. Значит, вот он где-то тут есть. Вот W – это максимальный элемент конуса. Вопрос. Но максимален ли он во всем множество? Не может ли так быть, что какой-то элемент в U больше, тем не менее, чем наш W? Ну, такого быть не может, опять-таки, по определению конуса. Мы нашли максимальный элемент. Естественно, этот W, вот он больше или равен, чем X. Что мне остается доказать? Остается понять, почему W будет максимальным во всем порядке. Пусть не так. Ну, что значит не так? Не так – это, собственно говоря, означает, что есть какой-то, скажем, просто W, который принадлежит U и который больше, чем наш W. Давайте его нарисуем. Итак, предположим, у нас есть какой-то W, который еще больше, чем W. Но, опять-таки, W принадлежит конусу. Значит, он больше или равен X. Мы видим, что X меньше или равно W. W меньше, чем W. Отсюда следует, что наше W тоже принадлежит конусу, ну, а значит, W не максимальный и в конусе. Противоречие. Понятно? Да. Итак, я нашел максимальный элемент над нашим X, рассматривая конус. То есть, переход от обычной леммы Цорна к леммы Цорна со штрихом, он заключается в том, что надо ограничить порядок теми элементами, которые больше или равны X. Понятно это? Давайте сформулируем обращение леммы Цорна. Это, кстати, была задача 18. Если есть вопросы, не стесняйтесь их задавать. Задача 19. Обращение леммы Цорна. Вот что мы можем сказать про такое обращение. Как мы уже, надеюсь, запомнили, леммы Цорна говорит, что если в чуме есть наибольший… Если в чуме каждая цепь ограничена, то есть максимальный элемент или как бы вот в таком с виду более сильном, но на самом деле эквивалентном виде. Если над каждым элементом есть максимальный вопрос. А как вы считаете, верный или обратный? Вот, допустим, над каждым элементом есть максимальный. Достаточно ли этого, чтобы получить то, что каждая цепь ограничена? Допустим, в чум U для любого X из U существует максимальный элемент Y, который больше или равен нашего X. Следует ли отсюда, что в U каждая цепь имеет верхнюю грань? Кажется, нет. Можно взять натуральные числа и ответвить от них, ну, от каждого еще по одному элементу, который будет считаться больше него и не сравним ни с кем другим. Ну, конечно, вы, собственно говоря, сразу нам сообщаете ответ без лишних слов. Конечно, это неверно. Ну, интуитивно можно догадаться до этого, потому что, ну, если бы это было верно, наверное, это бы проходили. Или эмоцорна была бы эквивалентностью. Ну, нет. Контр-пример вы приводите такой. Ну, вот можно взять натуральный ряд, да? Вот, по сути дела, что нам надо доказать? Мы знаем, что у нас над каждым элементом есть максимальный, то есть тупиковый, с которого уже никуда стрелочка не ведет. То есть, по сути дела, если мы рассмотрим наш чум как железную дорогу, то мы знаем, что из каждой станции можно проехать в тупик. Следует ли отсюда, что на этой железной дороге любая линия ограничена? Ну, нет, конечно, не следует. Возьмем заведомо неограниченное множество, само в себе натуральный ряд. И вот по вашему рецепту давайте мы от каждой станции сделаем такое ответвление с тупиком. Имеем право? Ну, естественно, там добавляются некие стрелки по транзитивности, но суть-то остается прежней. Вот эти вот элементы N' они все являются максимальными вот в таком вот порядке U. Над каждым элементом есть максимальный, при том, что сама цепь, вот эта вот голубенькая цепь, она не имеет никакой верхней грани. Понятно это? Можно привести пример какой-то более естественной. Ну, например, можно взять, скажем, уже из рассматривавшихся нами на очном семинаре примеров, можно взять все подмножество натурального ряда и выкинуть из них наибольшее. И взять эту фигню по включению. То есть, как это выглядит? Вот пустое, да, там? Синглитоны. Правильно? Вот, и вот мы идем, 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 и конец, вот этот вот максимум нам отрубили. А что осталось? Какие здесь элементы максимальные? Мы это давно изучали. N без синглитонов. Да, мы неоднократно уже отмечали, что максимальными элементами здесь являются дополнения синглитонов. Естественно, каждый элемент, каждое подмножество включено в некое такое дополнение синглитона. Согласны? Ну, почему? Любое подмножство натурального ряда, если оно не совпадает со всем натуральным рядом, оно хоть одно число не содержит. Правильно? Да. Значит, оно будет включено в дополнение синглитона некоторого числа. Остается найти цепь без верхней грани. Буди здесь таковая имеется. N подчеркнутые все? Все N подчеркнутые. Ну, давайте посмотрим. Значит, все N подчеркнутые. Возьмем такую цепь. C – это все N подчеркнутые. Ну, почему у нее нет верхней грани? Потому что в верхней грани может быть только множество всех натуральных чисел. При этом вот эта вот цепь, где она, как она здесь расположена? Ну, вот она вот как-то вот так проходит. Правильно? Ну, вот. Почему она без верхней грани? Ну, опять же, если у нас множество A. Давайте тогда красивые буквы обозначим. Если у нас A таково, что если A у нас верхняя грань, если A содержит все подчеркнутые множества, то отсюда, естественно, следует, что A содержит все натуральные числа. Как элементы. То есть, отсюда следует, что A равно натуральному ряду. Потому оно не принадлежит нашему чуму. Понятно это? Да. Вот. Задача 20. Но она немножко абстрактная. Это так называемый принцип Куратовского-Хаусдорфа. Давайте его сформулируем. На самом деле, в науке известно множество эквивалентных формулировок Леммы Цорна или аксиомы выбора. Давайте изучим одно из них. Дадим сначала определение. Цепь С в частично упорядоченном множестве У в любом, заметьте, в каком-то чуме, в произвольном, называется максимальной по включению, имеется в виду. Цепь называется максимальной по включению, если, собственно говоря, ее нельзя расширить. То есть, если для любого семейства там D, для любого D, если C – это подмножество D, собственное, то есть больше, строго больше множества, то уже D – это не цепь. Понятно, что такое максимальная цепь? Максимальная – значит непродолжаемая. Если вы к ней какой-нибудь элемент присоедините, он уже хоть с кем-нибудь будет несравним. Он уже с кем-нибудь обязательно будет несравним. Кстати, вот вам вопрос. Является ли вот эта цепь максимальной? Похоже, что да. Если мы возьмем какое-нибудь подмножество не вида К' – это что означает? Это означает, что оно не является начальным отрезком. То есть, содержит какую-нибудь дырку. Содержит одно число, но меньше его оно не содержит. Поэтому такое подмножество не включено в большие кашки и не включает, оно не включено в большие кашки, но, естественно, их и не включает. То есть, оно с некоторыми элементами уже несравнимо. Понятно это? Да. Уже. То есть, вот здесь мы на самом деле видим такой пример максимальной цепи. Потому что, опять же, вот это множество всех собственных начальных отрезков натурального ряда. Возьмем любое другое множество, которое не является начальным отрезком. Тогда это множество, оно содержит какую-то дырку. Вот оно содержит А, А какой-то, А, Б, которое меньше, его там нет. Ну, тогда мы видим, что наше множество, оно, что мы можем сказать? Мы хотим сказать, что оно с кем-то несравнимо. С кем же оно несравнимо? Вот, например, с А подчеркнутым, оно сравнимо или нет? Нет, потому что никто из них не включает другого. Ну, почему? Почему такая штука не может быть меньше, чем А? А, ну, должны же любые быть сравнимы. Вот нам надо показать, что оно хоть с кем-то несравнимо. А с А подчеркнутым, оно очень даже может быть сравнимо. Давайте возьмем множество. 3 и 8. Оно же сравнимо с 8 подчеркнутым. А, ну да. Вот давайте возьмем такой вот. 0, 1, 2, 3. А потом дырка и 8. Оно вот обладает такими свойствами, правильно? Да. Даже там 4. А с кем оно несравнимо? Оно несравнимо с... Вот первый пропущенный элемент, которого здесь нет, это четверка. Вот если я возьму 5 подчеркнутое, то такое множество, оно заведомо... Ну да. Вот смотрите, вот 5 подчеркнутое, оно включено сюда? Нет. Нет. Почему? Потому что четверки нет, оно сюда не включено. Вот. Хорошо. А вот это множество включено в 5 подчеркнутое? Нет. Там восьмерки нет. Потому что есть восьмерка. Ну вот. Вот мы, собственно, и пришли. Вот если у нас есть такая ситуация, вот такое множество, где а есть, а b нету, то смотрите, давайте множество как-нибудь назовем x. Вот в нем а есть, а b, которое меньше, чем а, b там нету. Тогда мы видим, что это множество, оно несравнимо с b плюс 1 подчеркнутое. Почему? Потому что у нас b плюс 1 подчеркнутое заведомо не включено в x. Потому что в x нету b, а здесь b есть. Правильно? Да. Вот. С другой стороны, это множество и не включено в b плюс 1, потому что в b плюс 1 нету а, а здесь а есть. То есть добавление любого x, который не является начальным отрезком к c, оно показывает, что какие-то два элемента там будут несравнимы. То есть вывод, если кто следит, такой. Это пример максимальной цепи. Понятно? Ну вот максимальной цепи позволяет нам переформулировать Лео Муцорна. А именно следующим образом. Принцип максимальности Куратовского Хаусдорфа. Принцип Куратовского Хаусдорфа. Он говорит нам следующее. В любом чум, каждая цепь содержится в некоторой максимальной цепи. Каждая цепь содержится в некоторой максимальной цепи. Ну, давайте попробуем это доказать. А именно, что значит доказать? Мы докажем два утверждения. Мы из Лео Муцорна выведем вот этот вот принцип Куратовского Хаусдорфа. Это будет первое утверждение. И второе утверждение будет такое. Из принципа Куратовского Хаусдорфа мы выведем Лео Муцорна. Ну что, попробуем? Угу, давайте. Вот. Ну, значит, наше первое рассуждение такое. Здесь это будет стандартное применение Лео Муцорна. Но он немножко абстрактный. Надо следить. Вот нам дана Лео Муцорна. Дана Лео Муцорна. И дано какой-то чум, где я хочу сказать, что любая цепь содержится в некоторой максимальной цепи. Вот есть просто какой-то чум, про который неизвестно вообще ничего. Ну, можно сказать, что там еще есть какая-то цепь. С, цепь вот в этом в У. Хочу. Существует максимальная цепь С' в У. Такая, что в ней содержится С. Ну, какие будут предложения? Ну, это вызывает какие-то сомнения. Ну, кажется интуитивно, что максимальная цепь – это максимум в упорядоченном множестве всех подмножеств У по включению такой... Ну, только не надо всех подмножеств, а вот всех цепей. Правильно. Все гениальное просто. Давайте заведем какой-нибудь другой чум. Давайте рассмотрим чум, дубль... Какие вообще какие-нибудь буквы? Вы умеете страшно рисовать? Кси. Ну, нет, кси это не пойдет. Вот это буква. А-а-а. Готическая. Вот. Ну, вы можете ее рассматривать как любую другую по вашему выбору. Но только не У. Вот. Значит, рассмотрим вот такой вот чум. Давайте что-нибудь другое. А то на У похоже. Но тоже готическое. Рассмотрим М. Вот это вот тоже чум. Где М – это что такое? Это множество. Всех цепей в У. Понятно, что можно рассмотреть такое множество. Все по множеству, которые являются цепями. Вот возьмем все цепи. Одну цепь нам дали. Понятно, что цепь С является элементом этого М. Правильно? Да. Какой следующий шаг? Надо применить что к чему? Лему Цорна к М красивому. Совершенно правильно. Вот это вот М удовлетворяет условиям Леммы Цорна. Ну, вот здесь возникает некая такая конструкция, как цепь цепей. Ну, мы же с вами математикой занимаемся. Нас это не должно шокировать. Потому что, ну, на то она и математика, чтобы вот так вот в ней случалось. Абстрактные такие вещи. Только букву надо какую-то придумать для этой цепи цепей. Даже не знаю. Пусть у нас... Ну, я воспользуюсь индексированным множеством. Пусть цей... Это цепь ВМ. Вот семейство цепей само по себе оно образует цепь. Правильно? Да. Ну, то есть, что это такое? Это вот одна какая-то цепь. Потом ее продолжили. А потом ее еще продолжили. Потом еще продолжили. Потом еще продолжили. Ну, и так далее. Вот такое вот семейство продолжающих друг друга цепей. Понятно это? Да. Я хочу найти верхнюю грань. Что будет верхней гранью? Как вы считаете? Объединение. Совершенно верно. Возьмем и все эти цепи мы попросту объединим. Объединение работает очень часто. Но, разумеется, не всегда. Объединим их. Ну, тривиальным образом, конечно, для любого И, наша цепь ЦИТ, она будет под множеством нашего объединения. Правильно? Правильно. Да. Но что нам надо? Нам хочется найти верхнюю грань. Ну, вот мы взяли... Чтобы она предложила им красивому. Да. Надо, чтобы это было цепью. То есть, надо доказать, что ЦИТ с крышкой тоже цепь. Где? Ну, на этот раз в У. Правильно? Да. Ну, потому что М – это множество всех цепей ВУ. Ну, все очень просто. Ну, рассмотрим какие-то элементы Х и У, которые принадлежат ЦИТ красивому. Я хочу доказать, что они сравнимы. Что отсюда следует? Но если у меня Х и У принадлежат объединению, значит, откуда они взялись? Из каких-то ЦИТах. Х взялся из этой цепи, а У взялся из ЖИТ. Правильно? Да. Но ведь у нас ЦИТа и ЦЖИТа, они сравнимы. По включению. Одно из них является подножеством другого. Поэтому без ограничения общности мы можем считать, что ХИТа и ХЖИТа пришли из ЦЖИТа. Правильно? Да. Но ЦЖИТа – это же цепь в исходном чуме. Значит, ХИТа и ХИТа сравнимы в смысле исходного чума. Логично? Да. Вот. Ну и выходит, что... Теперь мы доказали, что условия Лем и ЦОРНА выполнены для М. Значит, в М есть максимальная цепь. На самом деле нам надо было даже взять не просто максимальную, а максимальную, включающую М. Ну, мы можем применить Лем и ЦОРНА со звездочкой. Она же эквивалентна обычной. Мы же это доказали. Угу. Можно применить Лем и ЦОРНА со звездочкой. Она эквивалентна обычной. Или иначе надо было брать не все цепи, а цепи, расширяющие наше С. Надо было взять те цепи, которые продолжают С, которые включают в себя С. Ну, давайте, раз уж начали так, чтобы не переписывать, применим ли Лем и ЦОРНА со звездочкой. В М есть максимальная по включению цепь, ЦОРНА, такая, что она висит на С, такая, что С включена в ЦОРНА. Ну, собственно говоря, это ровно то, что мы хотели, правильно? Да. Итак, еще раз. Вывод принципа Куратовского-Хаусдорфа из Лем и ЦОРНА. Нам надо доказать, что цепь ЦОРНА включена в некоторую максимальную. Но возьмем чум всех цепей. Он удовлетворяет условиям Лем и ЦОРНА. Значит, там над каждым элементом, чум всех цепей по включению, над каждым элементом, в том числе и на С, есть некий максимальный. Вот мы его и построили. Ну как? Есть по этому моменту вопросы? Нет. Так, второй пункт. Из принципа Куратовского-Хаусдорфа вывести Лем и ЦОРНА. Ну, давайте попробуем. Ну что же, нам дано теперь. Дан принцип Куратовского-Хаусдорфа, то есть то, что каждая цепь включена в некоторую максимальную по включению. Я хочу доказать Лем и ЦОРНА. То есть, мне надо из условий Лем и ЦОРНА вывести ее заключение. Условия Лем и ЦОРНА какие? В неком чуму, каждая цепь имеет верхнюю грань. Правильно? Тоже. И я хочу доказать, что там есть максимальный элемент. Ну, сейчас мы это и попробуем доказать. Каким же образом? Как же нам поступить? Каждая цепь имеет верхнюю грань. С другой стороны, каждая цепь включена в максимальную. Ну, что мы сделаем? Ну, у нас ведь У не пусто. Правильно? Да. Это просто следует из условий Лем и ЦОРНА. Рассмотрим произвольный элемент Х, лежащий в У. Ну, как вы считаете, если я возьму цепь, состоящую из одного Х, это у нас... Я даже могу доказать Лем и ЦОРНА уже в этом сильном виде, со штрихом. Тем более, мы-то знаем, что они эквивалентны. Значит, хочу сказать, что для любого Х из У существует... Тогда нам не нужно вот эта фигня. Существует У, являющийся максимальным, который будет висеть над... Х-ом рассмотрим, а Х, лежащий в У. Нам надо найти максимальный элемент над ним. Тут я, пожалуй, нарисую картиночку. Вот у нас У, вот у нас Х. Скажите, пожалуйста, вот эта штука – это цепь или не цепь? Так цепь или не цепь? Чего-то я не расслышал. Цепь. Конечно, цепь. Одноэлементное подмножество – это цепь. Что нам говорит принцип этого самого Куратовского-Хаусдорфа? Есть включающая ее максимальная цепь. Да, существует максимальная цепь С в У. Такая, что наш Х в ней содержится. То есть, ну, совершенно любой элемент содержится в какой-то максимальной цепи. Вот эта цепь максимальная, она непродолжаемая. Логично? Да. Каков следующий ход? Ну, что у нас есть? Либо у нас, ну, либо в этой цепи есть элемент больше Х, либо, ну, либо все элементы меньше или равны Х. Ну, если все элементы меньше равны Х, то Х максимальная. Если есть больше… То возьмем любой из них. Но он же не обязан быть максимальным в У. А, да, нормально. Нам надо воспользоваться тем, что нам дано. Мы же в полной мере еще не воспользовались тем, что нам дано. У нас в У каждая цепь имеет верхнюю грань. Не правда ли? А, ну да. По условию С имеет верхнюю грань Z. То есть, существует такой Z в У, да? Такой, что любая точка, ну, допустим, А из нашей С, она меньше или равна, чем Z. Смотрите, вот есть какой-то Z, который меньше или равен всех элементов нашей цепи. Правильно? А дальше нам надо воспользоваться тем, что цепь максимальная. Я хочу доказать, что Z принадлежит нашей цепи. Ну, как нам это доказать? Дело в том, что если Z не принадлежит нашей цепи, то вот такая штука, Z плюс Z, это же тоже цепь. В У. Причем она строго больше, чем C по включению. То есть, C не максимально по включению. Согласны? Да. Противоречие. Значит, вот этот Z принадлежит C. Итак, верхняя грань нашей цепи, она в ней лежит, если цепь максимальная. Теперь остается доказать, что это максимальный элемент. Понятно, что вот у нас X, он меньше или равен, чем Z, потому что это верхняя грань, это понятно. Но почему это максимальный элемент во всем У? Докажем, что Z максимальный элемент в У. Пусть не так. Что будет, если не так? Так, ну что же, дамы и господи, вы утратили, да, уже силу? Ну, если не так, то это значит, что есть элемент, который больше, чем Z. Да, есть какой-то V, который еще больше, чем Z. Правильно? Существует такой V, который больше, чем Z. Почему это противоречиво? Тогда для любого элемента нашей цепи, что мы имеем? С одной стороны, этот элемент меньше или равен, чем Z, правильно? А с другой Z меньше, чем V. С другой стороны, он меньше, чем V. То есть, наш элемент, он сравним с каждым элементом нашей цепи. Тогда он должен держать максимальной цепи. Тогда вот у нас C объединить с V – это цепь. Правильно? Угу. Но C максимально по включению. То есть, на самом деле, это множество, оно не может быть больше. Оно должно совпадать. К нему ничего нельзя прибавить, чтобы была цепь. Значит, V лежит в цепи. Согласны? В лежит в цепи, и Z меньше, чем V. Но, следовательно, Z не. Верхняя грань – C. Что не так? Чему? Будьте здоровы. Будьте здоровы. Благодарю. Почему это не так? Потому что в цепи есть элемент больше, чем это. А это определяется определение верхней грани. Ну, потому что мы выбрали Z как верхнюю грань цепи. Правильно? Мы выбрали верхнюю грань, и вдруг нашли элемент, который еще больше. Это противоречит выбору Z. Согласны? Да. Да. Есть вопросы по этому рассуждению или понятно? Понятно. Итак, мы с вами обосновали вот еще какой вариант аксиома выбора или леммы Цорна. Аксиома выбора эквивалентна лемме Цорна. Я это сейчас запись выложу в ближайшее время. Это такой дополнительный факт. Но запись, пожалуйста, начало записи посмотрите. Тем не менее, все. Вот. Значит, вот еще один эквивалентный принцип. В любом чуме каждая цепь включена в некоторую максимальную по включению цепь. Так. Отлично. А теперь давайте вспомним последнюю из уже выложенных лекций. Помните, там был такой базис Гаммеля? Что мы под этим понимали? Что вообще было на лекции, которые, я надеюсь, вы посмотрели? У меня не леммы Цорна. Но в частности... Мы в частности доказали, что есть базис у любого вообще линейного пространства. А у вас какая была терминология? Векторное пространство или линейное пространство? Нам давали как синонимичное. Ну, а как вы говорите? Я знаю, что это синоним. У нас линейное пространство. Мы так и так говорим. Ну, ладно, давайте так скажем. В любом линейном пространстве есть базис. Помним, что такое базис? Да. Давайте вспомним, что же это такое. Что же такое базис? Это элементы линейного пространства, которые, во-первых, линейно независимы, а во-вторых, любой вектор из пространства раскладывается как линейная комбинация конечного подножества этого базиса. Ну, давайте посмотрим, значит, вообще вспомним, что такое линейная независимость. Вот, что значит, что подмножество линейного пространства… А вы помните, что линейное пространство, оно бывает над каким-то полем. Поле – это вот та фигня, откуда берутся скаляры, откуда берутся коэффициенты. Нам надо уметь эти коэффициенты тоже складывать, умножать, а не нулевые, даже и делить. Припоминаете, что все это встречается в линейной алгебре? Кому не нравится абстрактное изложение, считайте, что это вещественные числа. Итак, подмножество векторного или линейного пространства линейно независимо. Это что значит? Давайте вспомним. Подмножество линейно независимо. Вот, когда у вас были конечные мерные пространства, вы там брали, в общем-то, просто все эти векторы. Ну, ладно, что такое линейная независимость? Потому что любая комбинация этих векторов, дающая нулевой вектор в сумме с некоторыми коэффициентами, является тривиальной. Да, любая конечная линейная комбинация. Вот важно, что здесь мы не претендуем на то, чтобы уметь складывать как-то бесконечные последовательности векторов. То есть у нас здесь нет никакого понятия предела. В каких-то линейных пространствах это есть, а вот у нас такого нет. Для любого набора векторов из этого х конечного, для любого набора соответствующих коэффициентов из поля, если у нас наша комбинация, то есть вот такая вот взвешенная сумма оказалась равной нулевому вектору, то это означает, что она была тривиальной, то есть все коэффициенты нули. Ноль можно выразить только одним способом, только с нулевыми всеми коэффициентами. Кстати, а можно вопрос? А почему он не рассматривает cn равное нулю? Ну ведь там это тоже работает. То есть как бы пустая сумма, она будет равна нулю. Ну, надо отметить эту пустую сумму. Ну а зачем? Что мы от этого выигрываем? Ну, тогда существует базис точечного пространства. Ну, может быть, но, по-моему, это не очень важно. Спасибо. Мы с вами большие пространства исследуем. В общем-то, вся эта вещь, она интересна именно для бесконечного мерного случая. Нет, ну я не спорю, ваши замечания вполне разумные, мне просто не хочется с этим возиться. Может, там и никакой проблемы нет. Я просто избегаю трудностей заранее, даже если их и нет. Значит, и что значит, что у нас x – это базис? Это что значит? x линейно независимо. И любой вектор, ну, u из пространства v раскладывается по конечной линейной комбинации. Да, существует какой-то там n, существует n векторов из нашего x, и существует некий n коэффициентов из поля, такие, что наша u – это α1 умножить на v1 плюс там и так далее. А вот известно ли вам из линейной алгебры такая теорема, что в векторе вот этот вот набор коэффициентов в базисе, набор коэффициентов этот определён однозначно? Да. Это надо пояснять, почему? Ну, потому что иначе можно вычесть два разных набора и получить непривиальное разложение в нуля. Ну, действительно. Давайте это отметим. Вы это доказывали для конечномерного случая. Давайте покажем, что это вообще всегда верно. Замечание. Наборы v1, vn и α1, αn – это не совсем, конечно, наборы, там можно порядок поменять. Вот эти вот наборы определены по u однозначно. Ну, как это доказывается? Но, смотрите, предположим, у меня вот есть два разложения u. Вот есть такое разложение, и есть какое-то другое. А как мне какое-то другое разложение описать? Те же v-шки с другими коэффициентами? Ну, возможно, даже другие v-шки. А если я другие v-шки возьму, как же мне эту ситуацию рассмотреть? Вот, допустим, а v-шки там какие-то другие, там, w. А, ну, если там есть хоть одна другая, то при ней должен быть нулевой коэффициент, потому что у нас... На самом деле я просто могу считать, что эти наборы, что v1, vn и w1, wn – они одни и те же. Можно считать, что v-ит и w-ит – это одно и то же. Почему? Так как, если v, ну, скажем, v-итова нет среди w-шек, его можно туда добавить с каким коэффициентом? Ноль. Вот это соображение все понимают? Да. Можно считать, что набор векторов один и тот же. Просто если какого-то вектора в одном из разложений нет, ну, мы считаем, что он там есть, но с коэффициентом ноль. Понятно? Угу. Поэтому я могу здесь смело написать β1 плюс v1 и так далее, βn плюс vn. Даже количество векторов тоже могло бы быть разным. Ну, вот, тем не менее, мы можем считать, что тут все одинаково, просто потому, что если какой-то вектор где-то отсутствует, мы можем считать, что он есть в этом разложении, но с коэффициентом ноль. Ну, а если вот так вот, то, то что? Дальше уже вы знаете точно. Тогда ноль, то есть у минус у будет равно... Альфа 1 минус β1 плюс и так далее. Плюс то, что мы для n. Так. И что же мы... чем же мы дальше должны воспользоваться? Ну, а тогда... Мы пользуемся тем, что они все принадлежат множеству х, которые линейно независимы. То есть все альфа и т минус бета и т равны нулю. Да. Вот так доказывается единственность разложения по базису, даже вот в таком, немножко более общем, чем у вас было, может быть, на линейной алгебре смысле. Согласны? Угу. Как раз сегодня у нас, кстати, была лекция, поэтому... Ну, даже как-то странно, что так поздно. Я думал, в первом семестре все это еще было. А что у нас было только для, ну, так, интуитивных пространств, то есть не больше трехмерных... А что у вас вообще было в первом семестре? Ну, просто в первом семестре мы рассказывали, нам рассказывали, по сути, то же самое, только не упоминали, что бывало больше, чем трехмерные пространства. А сейчас повторяю... У вас не было, я надеюсь, конических сечений, гипербол, парабол, эллипсов. Были кривые второго порядка и были кривые третьего порядка. То есть вас этим мучили. Да. Хорошо. Ну, а вы же физики, вам это надо. У вас же механика, нам и прочее. У нас нет физики. Как нет физики? Ну, вот у вас ИВТ, а вообще-то два потока. Маленький поток ИВТ и поток ПМФ, там-то есть физика. Так, ну вот мы на лекции с помощью Лема Цорна строим максимальное по включению линейное независимое подножество. Мы доказали, что в любом пространстве есть базис. В частности, мы рассмотрели одно специальное пространство. Какое же? Р как вектором пространства на ТКУ. Да. То есть мы рассматриваем вещественные числа как вот такие вот комбинации. Ну, понимаешь, что вещественное число можно умножить на рациональное, правильно? Все это фигню сложить, и получится вещественное. И вот в этом пространстве есть базис. Базис H. Ну, этот базис, а на самом деле часто и любой базис, который строят с помощью Лема Цорна, это называется базис Гаммеля. Вот он, вот этот вот базис Гаммеля H. Он какую-то там мощность имеет. На самом деле мощность его континуум. Но это уже задача из нашего списка. Вот какой-то такой базис есть. Правильно? Ну, есть и есть. То есть это означает, что есть такое множество вещественных чисел, что абсолютно любое число однозначно представимо с рациональными коэффициентами вот в таком вот виде. Правильно? Ну вот. Значит, у меня вопрос. А не можем ли мы это использовать, чтобы построить вот такой странный пример? Утверждение. Существует функция из вещественных вещественных, которая обладает следующими свойствами. Для любого x, y f от их суммы равно f от x плюс f от y. То есть свойство моддитивности. Можете функцию вот с таким свойством назвать? Домножение на константу. Правильно. А я хочу сказать, что такая функция, которая не была бы домножением на константу. Есть ли аддитивная функция, не являющаяся домножением на константу? Ну вот так на трезвую голову такой пример вы очень вряд ли построите. Но вооружившись базисом Гаммеля, уже заведомо зная, как это делать, можно достаточно легко догадаться. Вот прошу подумать. С помощью базиса Гаммеля как можно такой пример сделать? Вот что заведомо аддитивно? Что вот связано с этими базисами? Вы же линейную алгебру проходите. Ну, какие столбцы? Какие столбцы? Тут же все бесконечно. Ну, скажем так, координаты аддитивны, правильно? Вот если мы возьмем координату по какому-то… Ведь если у нас базис бесконечный, то что значит… Вот в конечном линейном пространстве координаты – это набор. Помним об этом? А здесь координаты – это не набор, а функция, которая берет на вход вектор, который нам дали, и берет на вход вектор из базиса, и выдает координату по этому вектору. То есть, по сути дела, у нас есть такая функция. У нас есть функция, давайте ее как-нибудь назовем. Какие буквы вы любите? Представляете, B. Нет, лучше C. От слова координаты… Нет, C нельзя. Ну, пусть будет B. Вот такая функция B большое. Она берет вещественное число, берет вектор и возвращает нам что? Рациональное. Какой ее смысл? Коэффициент при разложении нашего числа R. Да. Коэффициент при разложении X по базису H при векторе H малое. Понятная идея? Да. Понятно, что эта фиговина однозначно определена? Да, да. Ну, потому что разложение-то единственное. Значит, ну, какие-то вектора туда вошли, в эту линейную комбинацию, а при всех остальных коэффициент будет какой? Ну, который не попал. Ноль, совершенно правильно. Понятная эта идея? Мы можем как бы считать, что все попали в разложение, но лишь, конечно, многие с ненулевыми коэффициентами. Нормально, пока нет шока? Так, очень хорошо. Очень хорошо. Значит, вот получили такую штуку. А теперь смотрите. Ну, что нам нужно сделать? Как же нам F определить? Давайте зафиксируем какой-нибудь вектор из этого базиса. Как вы считаете, ноль там может быть в базисе? Нет, потому что тогда... Да, линейная независимость нарушится, безусловно. Зафиксируем какой-нибудь вектор из нашего базиса. Вот любой. И давайте положим F от X равным... Чему бы вы думали? B от X этого вектора? Да, координате в разложении по фиксированному вектору. Имеем ли мы бесплатную аддитивность? Да. Ну, мы же с вами прекрасно знаем, что всегда какой будет коэффициент при H у X у суммы векторов. Мы знаем, что это сумма коэффициентов из курса линейной алгебры. Правильно? Да. Что разложение единственное, а вот это вот подходит. Соответственно, наша функция аддитивна. Соответственно, наша функция аддитивна. Остается только понять, почему она не является умножением на константу. Потому что базис у нас состоит больше, чем из одного вектора. А если бы являлся умножением на константу, то получается, ну, всегда были бы нули при всех остальных векторах, кроме H0. Всегда были бы нули при всех остальных векторах. Так, были бы всегда нули. Ну, да. Мы можем сказать, что у нас F от H0 – это что такое? Это единица, да? И для любого H, кроме H0, это, конечно, нолик в силу независимости, да? Линейной независимости. Значит, все остальные вектора… Так, ну и что? И как это исключает, что наша функция умножения на константу? Ну, если константа не нулевая, то у нас тогда, получается, все H, кроме H0, должны быть равны нулю, что не так. А если она нулевая, то F от H0 не может быть равна единице. Ну, да. Вот тут у нас единица. То, что нам надо заметить, это что у нас пространство не одномерное, что есть еще какая-то точка. Ну, разумно на самом деле. Вот тут у нас 0, а тут у нас единица. Ну, понятно, что отсюда следует, что наша функция, допустим, ну да, допустим, что у нас наша функция – это умножение на какую-то константу. Вот есть такая константа С. Тогда отсюда следует, что С – это не 0. Правильно? Но если С – это не 0, тогда F от H, это от H1, H1 – это какой-то другой вектор, не равный H0. Он должен быть, потому что пространство наше не одномерное. Это мы сейчас докажем. Значит, F от H1 – это что же такое? F от H1 – это С умножить на H1 с одной стороны, с другой стороны – это 0. Отсюда следует, что H1 равно 0, что, конечно, невозможно. Согласны? Да. Ну, а почему пространство не одномерное? Почему нам это понадобилось, вот в вашем рассуждении? Почему не может так быть, что базис Гаммеля состоит из одного вектора? Ну, либо можно оперяться на то, что мы уже говорили, что он компенсациональный. Ну, мы это говорили, но мы же не казали. Какой бы ни был H0, у нас множество произведений H0 на все рациональные числа не будет составлять… Ну, давайте попробуем доказать, что это не так. Иначе все вещественные числа – это произведения H0 на рациональные, правильно? То есть нам нужно доказать, что нельзя получить одно иррациональное число с домножением другого на рациональное? А, нет, стоп. А тогда просто, ну, если бы у нас было бы вот такое, то у нас R было бы равномочно Q, а это уже не так, это мы доказывали. Да, да, неплохо. Неплохой, простой такой дуболомный аргумент. Тогда бы R было бы равномочно Q или, по крайней мере, не больше. Но мы знаем, что это не так. Вот можно, конечно, так поступить. Это простейшее замечание. А можно более тонко. Ну, вот если бы это было бы так, тогда бы частное любых двух чисел, ну, допустим, там, чтобы с нулем не возиться, положительных, тогда бы их частное было бы… отношение любых двух вещественных было бы рационально. Правильно? А мы можем привести вещественные, у которых иррациональные отношения? Корень из двух – один. Да, ради бога, корень из двух – один. У них иррациональные отношения. Вот можно так. Можно сразу было сыграть на том, что наша функция принимает только рациональные значения. А умножение на константу, если только это не константа ноль, оно не может принимать только рациональные значения. Почему? Потому что умножьте константу на число корень из двух делить на константу. Правильно? И получится иррациональное. Понятно это? Ну, хорошо. Давайте еще несколько задач. Вы не устали? Да нет. Не заела вас скука? Не-не-не, все хорошо. Любое ациклическое отношение включено в некоторый линейный порядок. Ну, что такое ациклическое отношение? Ну, вообще, что такое отношение бинарное на множестве? Я надеюсь, мы знаем. Да. Ну, я немножко так неформально определю, хотя это легко формализуется, но не хочется возиться с ерундой. Мы говорим, что ирра циклическое. Если, ну, не существует таких х1, там хн, что из х1 идет стрелка в хн, из х2, из х2 идет стрелка в х3 и так далее. Из хн минус 1 идет стрелка в хн, а из хн идет стрелка в х1. Короче говоря, нету цикла. Цикл – это по определению конечная фигня. Вот это вот цикл. Понятно, какой цикл? И ациклическое, если цикла нет. Тривиальное замечание. Может ли ациклическое отношение содержать петли? Нет. Нет, это будет... Нету, потому что петля – это цикл. Ну да. Правильно? Если ирра циклическое, то ирр и рефлексивное. Согласны? Ну да, это же то же самое, что мы сказали только что. Ну нет. А цикличность – более сильное понятие. Да. Теорема. А вот ацикличность плюс транзитивность – значит, теорема. Если ир – это какое бы то ни было отношение на множестве а, на любом множестве, и это отношение ациклическое, то существует такое отношение меньше на а, что получается линейный порядок, что это линейный порядок. Причем этот порядок продолжает ир. Нормально я так пишу – ир включено в меньше. Ну, то есть, если икс – ир – игрек, то икс – меньше игрек. Вы не шокированы? Ну да. Что означает сия теорема? Любое ациклическое отношение можно продолжить до линейного порядка. Вот на любом множестве. Я беру сколь угодно большое множество. Рисую на нем сколь угодно стрелок как угодно, лишь бы не было цикла. Оказывается, можно дорисовать стрелки таким образом, что получится линейный порядок. Это получается, кстати, вот такую штуку можно воспринимать как лес. То есть, как бы несколько компонент связанности в направленном графике, каждый из которых, каждый из компонентов дерева. Логично. Если граф оциклический, значит, он состоит из нескольких связанных компонент. Это все правильно. Ну и нам просто достаточно теперь нарисовать как бы по стрелочке. Вопрос в том, что графы эти могут быть бесконечные. То есть, нам достаточно нарисовать стрелочки. А как их нарисовать? Да, можно воспринимать как лес. Только деревья в этом лесу могут быть бесконечные. С бесконечными ветвлениями и с бесконечными ветвями. Ну, между корнями нужно нарисовать стрелочки. Более того, они не обязаны быть фундированными. Какие корни? Ну, корень нет. Какой корень? Какой еще корень? А если такой есть кусочек? А-а-а. Изоморфный Z. Да, там корня нет уже. Там корня нет. Вот поэтому тут надо поосторожнее. Следствие. Корень. Вот наличие корня – это фундированность, собственно говоря. Если… Ну, фундированность плюс связанность. Если… Вы согласны, что частичный порядок – это ациклическое отношение? Да. Следствие. Любой частичный порядок можно продолжить долинейного. То есть, добавить стрелки и сделать его линейным. Но вот доказывать теорему в таком виде, как ни странно, более сложно, чем в более общем. Сейчас мы это докажем. Воспользуемся мы, естественно, нашей любимой леммой. А какая лемма самая любимая у нас в настоящий момент? Цорна. Разумеется. Мы больше всего любим лемму цорна. Но раз мы ее так прям сильно любим, давайте попытаемся использовать. Какой чум бы нам бы рассмотреть? Принимается предложение? Можно взять чум всех отношений на А, упорядоченных заключений. Прямо вообще всех. А Р будет… Ну, ациклических, например. Всех ациклических, а еще лучше, чтобы не пользоваться леммой цорна со штрихом, всех ациклических расширений нашего Р. То есть, мы берем все такие отношения на А, которые являются с одной стороны расширениями Р, а с другой стороны, которые являются ациклическими. Логично? Это вот коротко можно так описать эту ситуацию. Возьмем все ациклические расширения Р и упорядочим их нашим любимым отношениям включения. Но утверждается, что чум у красивая удовлетворяет условиям леммы цорна. Ну, почему это так? Надо найти верхнюю грань у цепи. Пусть у нас вот есть какая-то цепь. Вот какие-то кушки, все они продолжают Р, все они ациклические, и они сравнимы друг с другом по включению. Пусть у нас есть какая-либо цепь в этом У. Нам бы надо найти ее верхнюю грань. Но опять же объединение. Первый кандидат, конечно же, объединение. Давайте возьмем все наши кушки, объединим. Давайте картинку нарисую. Вот что у нас здесь происходит. У нас есть ациклические отношения, которые все продолжают Р. Вот где-то вот было Р, а потом мы к нему что-то добавили. Потом еще что-то добавили. Потом еще что-то добавили. Но самое главное, чтобы при этом не образовался цикл. Вот мы берем некое семейство вот таких вот расширений, которые продолжают друг друга. Это понятно? Значит, мы хотим... Очевидно же, ежику понятно, что кускрышкой оно содержит каждое куитое. Вопрос стоит только в том, является ли это кускрышкой само по себе ациклическим расширением Р. Ну, как бы нам это доказать? Почему объединение любой такой цепи... Что, связь пропала? Нет. А почему объединение любой такой цепи само по себе является циклическим расширением Р? Ну, на самом деле, здесь тоже противно. Возникают вопросы, не является ли это случаем цепь пустой. Ну, это случай совершенно тривиальный. Нам ведь надо сказать, что у нее есть верхняя грань. А верхней гранью пустой цепи будет что? Что угодно. Ну, например, само Р. Если цепь пустая, то верхняя грань можно взять Р. Это понятно? Да. Поэтому этот случай мы на него забьем. Второй случай. Это когда у нас цепь не пустая. Ну, не пустая цепь. Вот какой-то вот, там, я не знаю, как сказать, существует и, которая лежит. Вот если цепь не пустая, тогда, смотрите, куитое, оно же включает в себя Р? Ну, да. Ну, и таким образом, объединение всех кушек – это расширение Р. Ну, почему оно циклическое? Почему же оно циклическое? Потому что… Можно рассмотреть, откуда пришли вот все ребра, составляющие его, и там можно взять максимум, потому что их конечное количество, и они все приходят из него тогда. Ну, они все присущи. Правильно. Давайте предположим, что есть цикл. Пусть есть цикл, вкус с крышкой. Ну, это что означает? Это означает, что ребро X1, X2, оно откуда-то пришло. Правильно? Оно пришло из какого-то куи первого и так далее. Ребро XN, X1 пришло из какого-то куи энтового. Согласны? Ведь ку с крышкой – это объединение всех кушек. Значит, все пары, которые там содержатся, они пришли из каких-то куитых. Но мы знаем, что у нас вот эти все куи первые, так как это цепь, они все сравнимы по включению. Но мы уже с этой ситуацией сталкивались на лекции, что если у вас есть, конечно, много попарно сравнимых элементов, среди них есть наибольшие. Помним об этом? Формально это доказывается так, но в любом конечном множестве есть максимальный элемент, а если оно линейно упорядочено, он будет и наибольшим. Вот. То есть они все сравнимы по включению. Без ограничения общности среди них имеется наибольший, которого мы можем назначить кого? Кто будет наибольшим? Ну, первый, например, X1, X2. Например, Q и Y1 не пара будет наибольшим, а вот мы кушки сравниваем. Да, есть очень пара. Вот эти кушки, они являются элементами цепи. Значит, они все друг в друга вложены, и среди них есть наибольшие. Допустим, это Q и A1. Ну, отсюда что следует? Отсюда следует, что в Q и A1 есть цикл. А его-то там нет. Это же ациклическое отношение. Мы играем с вами на том, что цикл это объект конечный. И если цикл содержится в объединении, он пришел вот из конечного множества кушек. И в силу их сравнимости он содержится в какой-то одной из них. Понятно это? Итак, условия леммы цорна выполнены. Какой же вывод? По лемме цорна есть максимально по включению такое, скажем, Q' какое? Оно содержит R и ациклическое. Сейчас я докажу, что это линейный порядок. Ну, раз оно ациклическое, что мы можем сразу сказать? Оно естественно и рефлексивно, правильно? Почему оно транзитивно? Сейчас докажем. Пусть не так. Что означает нарушение транзитивности? Ну, что у нас есть ребро из А в Б и из В в С, а из А в С нет. Да, предположим, значит, какой-то Х' Q' у нас верный, верно, Y' Q' Z, но пара X' Z не принадлежит Q' Давайте нарисуем эту картинку. Вот у нас Q' вот есть X, Y, ну, это не Q' это A, Z, и вот у нас есть такие стрелки, правильно? Вопрос, что будет, если мы добавим стрелку XZ? Новых циклов не образуется, потому что значит, цикл уже был бы, а при этом отношение увеличится. Правильно, вот это отношение строго больше, чем Q' правильно? Значит, здесь есть цикл. Ну, раз мы одно ребро добавили, то этот цикл содержит это самое ребро. То есть, оказывается, что вот здесь вот есть цикл, который проходит по ребру XZ. Можно считать, что он проходит по нему один раз. Это простой результат теории графов, что если есть какой-то цикл, то есть простой цикл. вот есть такой цикл, который проходит по ребру XZ. Правильно? Но это значит, что уже в Q' что было? Был путь, соединяющий, давайте его как-нибудь назовем, понятно, что я путь? это последовательность стрелок конечная. А, да. Был путь P, соединяющий Z и X. Ну, что отсюда следует? Следует, что в Q' был цикл, правильно? Да. Где он? А, вот он, смотрите. Вот у нас путь, из Z приходим в X, а из X идем в Y, а из Y в Z по стрелочкам нашим, которые были в Q' то есть, значит, цикл там был изначально, если он возникает при добавлении стрелки XZ, потому что у этой стрелки уже был путь, по которому его могли обойти. Понятно? Угу. Итак, транзитивность установлена, и следующий шаг это линейность. Я утверждаю, что Q' линейна. Опять же, я действую совершенно аналогично, и результат получаю столь же просто и изящно. Пусть у нас пара X, Y не принадлежит Q' Ну, при том, что X и Y это неравные точки. Пара X, Y не принадлежит Q' Что я хочу доказать? Ну, для линейности что мне нужно? Если пара X, Y не лежит в Q' Q' то... Y должна Да, то есть стрелка там в обратную сторону. Ну, давайте попробуем это доказать. Но если XY не лежит в Q' это что означает? Значит, вот такое отношение оно какое? Оно строго больше, чем Q' Q' было максимальное циклическое. Правильно? Значит, вот здесь вот уже будет цикл. Значит, есть путь из Y в X, а по транзитивности значит, есть ребро Y в X. Совершенно правильно. Если есть цикл, то уже получается, что есть цикл, это содержит ребро XY, но он дальше должен каким-то образом вернуться из Y в X. Правильно? Угу. Он должен каким-то образом вернуться из Y в X, но мы добавили одно ребро, он возвращается не по нему, а по каким-то другим ребрам. В ку-штрих был путь из Y в X. Но у нас ку-штрих транзитивно, а транзитивность что означает? Транзитивность означает, что путь из двух стрелок стягивается в одну стрелку, но на самом деле любой конечный путь, а путь если есть путь, то есть и одна стрелка. Ну, почему? Ну, вот у нас есть путь, значит, по транзитивности мы можем вот эти две стрелки заменить на одну, а затем вот эти две опять на одну. Понятно? Да, но транзитивность влечет, собственно, из пути из-за трех влечет то, что если есть путь, то есть стрелка. Значит, отсюда следует, что пара yx она попадает в кустрих. Это всем понятно? В книжке Верещагина Шиня доказывается эта же теорема, но значительно сложнее. А все потому, что там они берут не произвольное циклическое отношение, а порядок, и они хотят поддерживать не его цикличность, а его линейность тоже там на каждом шаге. Поэтому все получается сложнее. Вот. Так, ну что? Ну, не линейность они поддерживают, они поддерживают, я даже забыл, что, и рефлексивность точно, поддерживают ли они транзитивность на каждом шаге? По-моему, по-моему, да, по-моему, они берут уже транзитивность, что ли, расширение какого-то порядка частичного, и потом они говорят, что максимально из них там должно быть линейность. Ну, можете посмотреть в книжке, но там сложнее получается. Так, ну что, понятно это? Убедительно? Да. Итак, мы при этом ссылались на Леому Цорну. Так, еще хотим теорему такого же типа про графы? Не знаю, вроде хочется, но как остальные, как бы... Так, ну у нас народу-то немного, кому не хочется, они, наверное, к нам и не пришли. Ну, давайте еще минут 15-20 можем потратить? Угу, попробуем. Ну, если у вас не торопились, в конце концов, почему бы и нет? Ладно, давайте. Потом мощности, мы там быстро пройдем в следующий раз. Ладно. Ну вот. В каждом графе есть остовное дерево. Граф может быть бесконечен. Что такое граф, мы помним? Ну, можно сказать, что это набор горшины и ребер, которые соединяют некоторые из них. Это не очень удобно. А вот в терминах теоретика множественных граф это пара, да, где у нас множество вершин это какое-то не пустое множество, а ребра мы кодируем следующим образом. Парами, да? Да, смотрите, как у нас ребра в графе устроены. Вообще неформально граф это какое-то множество вершин, некоторые из которых считаются соединенными ребром. при этом отношение быть соединенным ребром симметрично, то есть если х соединен с у, то и у соединен с х, правильно? Но если граф неориентированный, то да. Граф неориентированный, если он ориентированный, он по-другому называется. Ориентированный граф или оргграф. То есть мы можем по сути дела ребро закодировать парой стрелок в ту и в другую сторону. И второе ограничение это чтобы у нас не было петель. Опять же, если есть петли, это называется по-другому псевдограф. Значит не пустое множество и это отношение какое? Симметричное и рефлексивное. и рефлексивное. То есть нет петель и нет ориентации. Значит что такое дерево? Мы тут будем в основном неформально рассуждать. Что такое дерево? Ну это граф в котором это связанный граф в котором находится минимальное число ребер. Ну можно так сказать. Но мы будем по-другому рассуждать. дерево это связанный граф без циклов. Это эквивалентно тому что он минимально связанный. Но вот число ребер это не очень хорошо потому что у нас граф бесконечный. Не забывайте об этом. Связанный граф без циклов. Что значит без циклов мы уже поняли. А что значит связанный? Из любой вершины существует путь в любую другую. между любыми двумя вершинами есть конечный других не бывает путь. Понятно это? Сразу вопрос. Вот если я возьму граф порядок целых чисел. это же граф ну я считаю что 0 смежен с единицей с минус единицей можно как граф такой бесконечную в два конца линию рассмотреть? Да. Как вы считаете он связен или нет? Да связен между вершинами а и б будет путь длины модуля минус б. Ну да модуль а минус б ну расстояние правильно вот значит конечно такой граф связанный потому что любые две вершины они имеют конечный путь между ними понятно это? Да отличнейшая кстати это граф довольно интересный можете его запомнить хотя он очень простой но вот такой естественный пример бесконечного графа что такое остовное дерево в графе кто знает вот если вы такие слышали спеннинг 3 у вас никто не увлекается этими самыми сетями компьютерными пока нет никогда не запускали какой-нибудь вайр шарк или изерил как он раньше назывался помните там вот пакеты иногда такие приходят которые там какой-то протокол такой низкоуровневый изернетовский он все силится какой-то спеннинг 3 построить вот что такое спеннинг 3 это по-русски называется остовное дерево остовное от слова остов а что такое остов это то же самое что скелет но что имеется ввиду имеется ввиду такое дерево которое состоит из ребер из всех вершин и некоторых ребер данного графа то есть это дерево которое связывает все его вершины например вот давайте рассмотрим такой граф вот у него вершины там а б с д е ф скажите пожалуйста вот этот граф связный да кстати у меня галиматья в листке написано там в каждом конечном связном графе есть остовное дерево ну неважно значит а вот можем ли мы из ребер только этого графа составить дерево которое содержит все те же вершины то есть вот если это схема линии железной дороги вот можем ли мы какой-то остов здесь найти какой-то подграф который по-прежнему соединяет все станции так что связанность не нарушена да надо удалить из него ребро либо б либо с если мы удалим ребро от с то получится вот такой вот граф он по-прежнему соединяет все те же вершины правильно а ну да кстати ребро бд или ребро цд тоже кстати можно удалить можно удалить любое из ребер цикла получится разные деревья вот одно из них а если мы бд например удалим то получится вот такое вот дерево они разные но во всяком случае оба этих дерева они состоят из всех вершин нашего графа некоторых его ребер и при этом да но этого достаточно это дерево то есть циклов нет и есть связанность то есть интуитивно ясно что если из дерева удалить хоть одно ребро то связанность пропадет потому что там нет резервирования правильно ну и понятно почему в компьютерных сетях могут быть важны эти спеллинг трис но потому что в компьютерных сетях хочется построить такую систему которая связывала бы все узлы все все компьютеры нашей сети без резервирования без лишних связей понятно что такое остовное дерево да итак по определению остовное дерево данного графа это дерево состоящий из всех его вершин и некоторых ребер то есть это под граф наша задача доказать что в любом связанном графе есть остовное дерево но для конечного случая это доказывают следующим образом индукция по числу ребер ну возьмем рассмотрим граф сам по себе он либо дерево либо нет если он дерево все привет остовное дерево получено а если он не дерево то там должен быть цикл выбросим из цикла любое ребро при этом связность не нарушится правильно да потому что в цикле каждое ребро резервируется значит число ребер уменьшилось получился некий граф на тех же вершинах с меньшим числом ребер по предположению индукции там есть остовное дерево все вот так это работает для конечных графов а как же нам быть в бесконечном графе теорема в любом связанном графе в том числе и бесконечном есть остовное дерево ну конечно нужна лема цорна на самом деле эта фигня эквивалентна аксиоме выбора у вас есть задачка вот из этого утверждения вывести аксиому выбора построив остовное дерево в некотором хитром графе составленном из множества их элементов это я вам подсказку кстати даю а задачка на 3 балла такая солидная задачка итак в любом связанном графе есть остовное дерево ну чё давайте напряжемся как бы нам покончить с этой задачей так сказать разделаться с ней так аксиома выбора мы кстати можем наверное пользоваться можем но это не надо это все делается через лему цорна напрямую аксиома выбора нет ну давайте по лему цорна раз у нас тема лему цорна ну чё вот что мы будем делать какой чум рассмотрим вот здесь выбор чума это все ну всех подграфов возможно с каким-то условием ну с каким-то ограничением ну каким ограничением а циклические ну да и наверное по включению ну строго говоря по отношению быть подграфом потому что граф это пара какое уж там включение ну включение на ребрах мы возьмем все ну подождите на вершинах тоже все а циклические подграфы все а циклические подграфы нашего графа g какой-то граф g есть возьмем все а циклические подграфы g и упорядочим мы их отношением быть под графом ну меньше или равно что значит что один граф подграф другого это достаточно просто на самом деле в предположении что вот это вот уже граф то есть что e-штрих это отношение на v-штрих достаточно лишь сказать что v-штрих включено в а e-штрих включено в e ничего больше не надо это два включения понятно да так ну условия лемм и цорна как обычно для украсивого выполняется условия лемм и цорна ну чё же оно выполняется то с какого рожна то ну опять в каждой цепи можно взять объединение и оно будет верхней грани отлично пусть у нас есть какая-то цепь подграфов которые вот друг друг там продолжают да сейчас заканчиваем в u мы рассмотрим g с крышкой как оно определяется ну если вот каждый этот граф состоит из множество вершин v-i и множество ребер e-i что надо сделать ну объединение и такое другое ну да все гениальное просто тривиально проверяется что это действительно граф ну то есть что объединение e-i это отношение на объединение в e-i я уж не буду это проверять я надеюсь вы это понимаете ну очевидно конечно что каждая v-i очевидно что g и это это под граф g с крышкой что остается что остается проверить если u это все циклические под граф g ну что же с крышкой дружить астрическое да ну на самом деле мы уже это делали по сути дела давайте напомним пусть он пусть не так мы это делаем только циклы у нас были ориентированы а теперь циклы без ориентации но это абсолютно ни на что здесь не влияет ну вот пусть у нас есть какой-то действительно цикл здесь да что мы можем сказать это означает что у нас каждое ребро оно пришло из оно же не само по себе возникло оно пришло из кого-то из объединяемых графов правильно ну обычно значит ладно понятно каждое ребро обычно ребра вот ну вот так вот пишут там а б это просто подразумевается что вот такое там множество и ребра понимают но не как упорядоченные пары как-то такие штуки или там не важно в общем ладно я думаю так сойдет у нас получается такая штука правильно ну раз это у нас цепь то без ограничения общности что у нас будет они сравнимы правильно вот эти ешки все сравнимы по включению значит среди них есть наибольшие но без ограничения общности мы можем считать что все вот эти пары а в силу симметричности и противоположные пары они содержатся в е и 1 то есть же и 1 не ациклический противоречие понятно вот таким образом условие леммы цорна выполнено поле мидцорна что же мы видим есть максимальный да в же он и будет максимальный который не является подграфом никакого большего графа есть максимальный ациклический подграф остается только доказать что он является тем что нам нужно то есть что он содержит все вершины что он связен давайте попробуем это понять ну вот может быть мы не совсем разумно с вами действовали может быть нам надо было брать не все ациклические подграфы а все ациклические связанные подграфы вот связность сохраняется или нет при таком подходе да мы же мы же это берем по отношению подграф значит надграф у нас как бы связан со своим подграфом который по наверное какому-то предположению дух если может так сказать уже был связан ну это на самом деле да давайте так сказать тут убьем за сайт мне кажется это нужно у нас же уже автоматически ну так как это подмножество то вот наш найденный подграф он будет а ладно я понял ну это не очевидно но сейчас мы это докажем вот возьмем все ациклические связанные подграфы то есть нам надо доказать что же штрих связан сейчас это докажу это просто значит он связан ну как это сделать нам надо взять две точки я хочу доказать что любые две точки соединены путем правильно пусть x и y они попали в объединение всех наших вэшек это еще проще что это означает это как это самый как линейность почему он связан значит ну тогда значит x x попал пришло из какого-то вэйтова правильно а y пришло из ну выжитого выжитого без ограничения общности у нас и x и y попали в вжитое правильно следовательно так как житый граф связен есть в этом житом графе есть путь соединяющий x и y но этот путь естественно сохранится и в большем графе почему потому что больший граф он все ребра содержит мы ничего не выбрасываем понятна идея то есть мы взяли две точки они пришли из какого-то из меньших графов там они были соединены они в большем графе соединены и так значит в же есть максимальный связанный а циклический под граф я хочу доказать что это остовное дерево же штрих что мне чего мне не достает это уже дерево но чего мне не достает да содержит все вершины же ну это должно вроде выполняться так как у нас в ацикличных графах есть также граф состоящие из по одной вершинки каждый ну и что мы же не сказали что он больше всех под граф он просто максимальный же не наибольший а максимальный мы можем добавить оставшуюся вершину к вершинам и ребро до нее какое-нибудь которое было в графе ну правильно смотрите вот у нас G штрих вот G штрих где-то живет правильно и пусть есть вершина U которая не принадлежит не содержится в нашем G штрих тогда тем не менее что какая-то вершина в G штрих есть G штрих очевидно не пустой ну там типа случай что он пустой мы не будем разбирать пустой не может быть максимальным возьмем какую-нибудь вершину V тут что мы знаем мы знаем что между ними есть путь почему потому что у нас связен G правильно ну и теперь что мы могли бы добавить путь этот он в принципе может быть каким-то плохим он может циклы содержать не обязательно мы будем так сказать но тем не менее он конечен правильно вот этот путь вот это V потом какая-то вершина пошла S1 и так далее SKU вот такой вот путь правильно какую вершину нам надо добавить первую по счету в этом пути который который еще не лежит в G штрих пусть SI не лежит в G штрих и все вершины с меньшими номерами лежат в нашем графе понятно что такое найдется по принципу наименьшего числа ну U там точно не лежит а V точно лежит значит обязательно есть какая-то вершина ну формально SK может быть еще равно вот обязательно найдется вершина с наименьшим номером которая у нас уже не лежит в нашем графе вот она а предыдущая лежит тогда что же получается рассмотрим граф вот такой вот к множеству вершин мы добавим одну нашу вершину S а к множеству ребер что добавим ну ребро соединяющие V S S S V не обязательно да ту вершину которая там перед этим была можно считать что V равно S 1 для так формальной аккуратности добавим одно ребро но ребро это две упорядочных пары поэтому я так немножко дико написал и что же мы видим мы видим что наш граф G' он строго меньше является собственным подграфом вот такого графа а этот граф связан естественно почему он связан потому что S V соединяя со всеми вершинами правильно и а циклический а почему он циклический потому что мы добавили ребро которое шло в новую вершину цикл при этом не мог возникнуть цикл может возникнуть только если вы соедините ребро вершины которые у вас уже были что должен быть какой-то другой обход другой путь между ними и так я получил что же противоречие с тем что же штрих максимальный понятно это вопрос пожалуйста да вроде особого нет но можно спросить что вообще мы на следующем семинаре будем делать скорее все на на намерены заниматься мощностями вот сейчас мы увидели как лема цорна применяется графом к порядкам и таким вот вещам вроде бы из такой нормальной математики относительно типа там функций аддитивных а в следующий раз мы будем смотреть на ее применение именно в теории множеств то есть на теоремы о мощностях давайте сейчас коротко резюмируем то что мы уже знаем это задачки которые были разобраны на лекции 24 для любых двух множеств есть инъекция либо из А в либо из Б то есть любые два множества сравнимы по мощности было такое да если множество бесконечно и вы его умножили на n то что получится это же может мощность множества не изменится 26 если вы взяли бесконечное множество объединились множеством не превосходящим его по мощности что получилось не изменилось не изменилось в частности учитывая первый пункт мощность объединения двух бесконечных множеств объединение двух бесконечных множеств равномочно большему среди них правильно 28 если у нас А бесконечно то его Декартов квадрат здесь как раз применялось Лемот Сорн равномочен А равномочен А 20 по-моему мы когда-то говорили о более сильной формулировке любая любая конечная степень А равномочна А ну это простое следствие просто индукция по натуральному ряду конечно это тривиально для любой степени ну тут больше и нуля А в степени К равномочна если А бесконечна хорошее замечение тем не менее это просто доказательство индукция по К правильно да если А бесконечно и у нас Б опять опять у меня ошибка в задачах Б вкладывается В и при этом Б не слишком маленькое не пустое то тогда Декартово произведение равномочна А то есть в частности с учетом первого пункта учитывая что мощности сравнима произведение двух бесконечных множеств равномочна большему из них как и их объединение то есть например если я возьму и вот такое вот объединение все подмножества R объединю со всеми вещественными числами то это будет что? все подмножества R да и это будет то же самое как если бы я например их перемножил довольно удивительно что для мощностей сложение и умножение вырождаются просто в максимум ну очевидно невероятно тем не менее это так